Крыши текут, дома разваливаются, дороги разбиты. Коммунальные службы выполнять свои обязанности не торопятся. На жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Боятся сгореть заживо. Из-за протечки крыши жители многоквартирного дома живут как на пороховой бочке. Посмотрите, что творится. Щетчик бежит, щетчика вода льется. Я не знаю, я боюсь здесь находиться. Не пройти, не проехать. Барнаульцы уже пять лет вынуждены преодолевать полосу препятствий, чтобы добраться до магазина. Первый день и не первый год. Да, лет пять минимум. Нет, вы сколько лет? Я вот, вы молодой, а сейчас уже старый. И все ямы здесь. Шок. Жители многоквартирного дома почти месяц жили по соседству с разлагающимся трупом. Заметили лишь, когда провис потолок. Пузырь. Вот, висит. Вода плюхает. Прошли дожди, пошли грибы. Барнаульцы не нарадуются. Вот только дождю совсем не рады жители одной из барнаульских многоэтажек города. Ливни бегут к ним прямо в квартиру, и люди собирают свой урожай. Грибки да плесень. Всему виной ветхая крыша. Вот так вот обезжит Эмилия Алексея. 84А, квартира 93. Все в подъезде, все в квартире, везде. Тазы, раковины. Тазы и ведра – верные спутники. Без них у жителей пятого этажа был бы собственный пляж из дождевой воды. Кровля пятиэтажного дома протекает уже третий год подряд. Съехать не могут, жить невыносимо. Каждый ремонт коту под хвост. Так от прошлогоднего не осталось и следа. Здесь полностью все двери, посмотрите, как сдулись. Вот он угол. Туалет, не можем ничего сделать, там кошмар. Топит весь пятый этаж. Люди живут не только в дискомфорте, но и рискуют сгореть заживо. Так год назад заливало так, что в подъезде загорелся счетчик. У нас зашипели все счетчики. Мы вызвали пожарные. Ну, в общем, у нас три счетчика сгорела, нам переделали их. Вы знаете, мы на прохлобочке. Вот то есть дождь, мы боимся. Все тазы не убираем, вы видите сами. И никому ничего не надо. Дом обслуживают только о наследии. Жители много лет просят обслуживающую организацию помочь отремонтировать крышу. Но жильцов игнорируют. Говорят, долг большой на общежитии. Давайте миллион, тогда вам сделаем. Таких средств у жителей, естественно, нет. Но их и не нужно требовать, поясняет коммунальный юрист. У нас на управляющую компанию возложена законом обязанность производить ремонт необходимой кровли в течение одних суток предусмотренных срок. И если это связано с какими-то системами, расположенными на кровле, связанными с водоотведением сточных дождевых вод и прочего, до пяти суток. Вот это вот и есть предельные сроки устранения неисправности, которые регламентированы постановлением 170 госстроя Российской Федерации. И у нас законодатель, он не ставит это в зависимость от поступления или не поступления денежных средств потребителей в полном или не в полном объеме. Законодатель просто говорит о том, что такая обязанность у управляющей компании априори существует. Мы в свою очередь попробовали выяснить, почему УК нарушает закон. Директор на месте не оказалось, сотрудники обслуживающей компании контактами делиться не стали. Освещаем проблему жителей. И у Сотовой был бы весьма кстати. У меня нету сотового личного. У вас нету сотового телефона вашего директора? Нету. Мне зачем он нужен? Вы же вроде в приемной сидите. Что? То есть у вас нет связи с директором? Нет. Юристы советуют жильцам обращаться в жилинспекцию края и администрацию района. Если это не поможет, то необходимо подать жалобу в прокуратуру, а не ждать, пока произойдет трагедия. Щетчик бежит, щетчика вода льется. Я не знаю, я боюсь здесь находиться. В России две беды – дураки и дороги. Об этом писал еще Николай Васильевич Гоголь. В принципе, за два столетия ничего и не поменялось, особенно с дорогами. Так жители краевого центра просят властей в кратчайшие сроки отремонтировать опасный переулок в городе. Каждый раз бывают дожди, когда все заливает. Очень трудно тут ездить. Ну и сейчас, даже когда нет дождей, все высохло, тоже постоянно разбито, не очень удобно. Ну тут, знаете, хоть и небольшой участок, но все равно времени отнимают. Переулок между советской армией Антона Петрова – излюбленное место автомобилистов. Дабы не стоять в пробках на Малаховском кольце, водители срезают по этому участку. Результат налицо – асфальт просел, образовались глубокие ямы. Страдают пешеходы, страдают водители. Ну что ломается в машине вот из таких дорог? Подвеска, саленбоки, амортизаторы. Все стоит очень дорого. Ну на этом, наверное, кто-то и зарабатывает. Здесь ремонт не делался конкретно. Ну лет пять – это точно. Как вот здесь могут пройти? Ни тротуара нету, ничего. Ходят с детьми. Рядом зубная поликлиника детская. Тут пожилые люди ходят, участники войны есть. Ну как вот можно пройти отсюда до светофора? Юрий Павлович уже неоднократно обращался в администрацию города. Там ответ один, рассказывает мужчина. Приезжайте, пишите заявление. Мужчина не понимает, зачем марать и без того дорогую бумагу. Ведь проблема видна невооруженным глазом. Вот, пожалуйста. Это после дождя. Как вы тут проехали, как разъехаться вот здесь? Не первый день и не первый год. Да, лет пять минимум. Нет, вы уже сколько лет. Я вот молодой, а сейчас уже старый. И все ямы здесь. С телега ездим. Вон колесо отвалилось уже. А здесь ни тротуара, ничего нету. Идешь скользко. Ходят по обочине, лавируют между ямами. Дорожный аттракцион барнаульцам приходится преодолевать по несколько раз за день. Хоть до ближайшего магазина лежит как раз через разбитый переулок. Планируют ли специальные службы города провести ремонт дорог, мы спрашиваем в официальном запросе у городских властей. А пока ждем ответа, жителям приходится придумывать схемы, чтобы без вреда для здоровья преодолеть опасный участок. Поэтому с краюшку, потихонечку, потихонечку. Купил квартиру, отметил новоселье и живи себе счастливо. А нет, покупка квартиры – это та еще лотерея. Так барнаульская семья прожила в новой квартире всего пару лет. И экстренно оттуда съехала. Причина – разлагающийся труп этажом выше. Пузырь. Вот висит. Вода плюхает. Если бы только жители этой квартиры знали, с какими пузырями и водой они имеют дело. Думая, что в подъезде произошла коммунальная авария, люди даже не догадывались, что в квартире сверху лежит труп пожилой женщины. Слесарь, который пришел перекрывать краны в квартире, сказал, что там все перекрыто, все сухо, и все, что у нас на потолке, это все с бабушки стекло. Но сказать, что это был шок, это был какой-то приговор, конечно. Тело вот тут было? Там все это было в кусочках, в пятнах, никто это ничего не убирал. То есть там какие-то одеяла все это прикрывали, там ползали черви, опарыши. То есть это все так и осталось по сей день. Никто там не убрал даже эти одеяла. Еще двое суток после выноса тела с потолка капало. Неудивительно, по предварительной оценке экспертов, бабушка пролежала в квартире около месяца. Чтобы слить несколько литров трупной жидкости, пришлось обзвонить несколько клининговых компаний. Трупный яд проник в квартиру Анны, когда потолок уже провис. А вот запах на лестничной площадке, где жила пенсионерка, стоял не один день. Каким образом вообще она общалась со старшим по дому, со старшим по подъезду, потому что такое количество времени пролежать, что труп разложился, его разорвало, да, и он пришел в гости к соседям. Тоже говорит, вы куда все смотрели. Каким образом осуществлялся клиринг подъездов. Уборщица приходит, запах стоит, но должны были забить тревогу. Об умершей пенсионерке известно немного. Ей было 76 лет, она жила одна и никто не видел ее родственников. А накануне они вдруг объявились. По словам жителей подъезда, сегодня кто-то забирал вещи бабушки. Жильцам удалось выяснить, что квартира пожилой женщины находится в муниципальной собственности. В мэрии нам сообщили, что сейчас ищут клининговую компанию для уборки. Но Анна и ее муж считают, что теперь необходимы радикальные меры, как, например, вскрытие полов. Квартира куплена в ипотеку, нам еще миллион выплачивать за нее. Даже продать ее сейчас в таком состоянии, то есть с запахом и с историей, я не думаю, что она уйдет по рыночной стоимости. Так что квартира с вытекающими последствиями продолжает пустовать. Теперь многодетная семья вынуждена жить у родственников за 80 километров от Барнаула. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить, звоните в редакцию телеканала Толк, пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. С вами была программа «Коммунальный патруль». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин